Эти господа, Фроленко, который сегодня живет в США, в 90-е годы он занимался продажей продовольственных товаров и цветных металлов, миллиардер. Второй господин, Ран Зайцев, живет в Бельгии, тоже с семьей, миллиардер. Занимался продажей нефти и нефтепродуктов, миллиардер, третий соучаствует, вот это селектоносные посылы, наш мой, честный завод, о котором они хотели поспорить, это, к сожалению, наш мэр, который был тогда в свое время председателем министра нашего Красноярского края Эдхам Акбулазов. Вот они согласны в феврале 2010 года, подписали вот это соглашение о строительстве здесь завода, сельского фиросплавного завода. Я хочу вам сказать, что это Единая Россия, представители Единой России, и призываю ни одного голоса на этих выборах, ни Акбулазову, ни Единой России. Предлагаю сейчас в наш суд будет принята резолюция внести такой пункт, предложить губернатору Куснецову вести переговоры с администрацией президента о том, чтобы они отозвали постановление номер 1386, которое пришлось сюда в начале июля в администрацию, чтобы, видите ли, наше правительство, краевое и городское, сделали все возможное, чтобы переориентировать мнение красноярцев и получить их согласие на строительство фиросплавного завода. Скажем, нет. И пока этого решения сделано, мы включаем сегодня это в обязательном порядке, чтобы это постановление было отозвано, и чтобы красноярцы, мы не рабы, мы не быдло, чтобы нас опять поставили на второй круг проведения различных референдумов, проведения различных слушаний, сбор подписей. Все это мы уже проходили, все это мы прошли, и вот наш лидер Анатолий Петрович Быков в своем первом выступлении во всех газетах, везде, где только это можно, говорил, власть должна служить людям. Так почему эта власть не слышит нас? Поэтому именно у нас очень много других проблем, которые мы с вами будем решать. И я хотела вот что сказать вам. Где-то год назад, по-моему, в начале января 2012 года, когда Путин шел к президенту, Анатолий Петрович написал открытое письмо президенту. Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели это письмо. Я вам хочу сказать, там обозначены все болевые проблемы, но не это главное. Анатолий Петрович написал и сказал, и определил пути, как это можно сделать. Вот я жила три срока депутатом городского совета. Я знаю всех наших чиновников. Равного Анатолия Петровичу Быкову среди них нет вот такой боли за край, знания, как это сделать. И я думаю, вы сейчас, слушая его выступление по телевидению, видите, что он ни с кем не сравним. Никто, ни один лидер партии не может выйти на трибуну и сказать то, что вы должны сегодня здесь услышать. Поэтому мы идем. И я иду по 14 округу. И вот стоят мои товарищи по команде. Здесь не все. А вы бы увидели, какую команду создал Анатолий Петрович на этот раз. Молодые парни, болеющие за судьбу Красноярска. Они хотят сделать, улучшить жизнь Красноярска. Я думаю, вот что. Если вы на самом деле хорошо подумаете, придете не только сами, и других проведете на свои избирательные участки. Посмотрите, как голосовать. Потому что если в городском совете не будет 19 человек, тех, кто стоит в оппозиции, так стены эти будут рушиться, так эти дороги будут разрушаться, так эти дома уже скоро пятиэтажки будут заваливаться. Поэтому я хочу вас сейчас спросить. Вот вы хотите, чтобы Быков у нас в крае стал губернатором? Да или нет? Спасибо! Я хочу закончить это советским воздухом. Если да, мы все идем на выборы. Помните вы, все на выборы. И тогда победим. Спасибо! Спасибо!